Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами поговорим о раке кожи слизистых оболочек. Здесь дело в том, что существует не один, а несколько видов рака, и мы поговорим о самых часто встречающихся. Один из самых частых раков кожи – это плоскоклеточный рак. В чем вообще отличие этого рака? В том, что он относительно доброкачественный, к счастью, кожа довольно долго удерживает онкологию внутри себя и не дает ее метастазировать, распространяться в лимфоузлы, во внутренние органы. Плоскоклеточный рак – это одна из самых часто встречающихся форм рака. Особенно часто он встречается на слизистых оболочках, на губах, на слизистых щек, языках. Также часто он встречается вокруг естественных отверстий, вокруг рта, вокруг заднего прохода, на половых органах. Ну и на мочках ушей также часто встречается подобное новообразование. Часто процесс начинается с возвышения с таких папилломатозных разрастаний, которые возвышаются на уровне кожи. Постепенно эти образования начинают усиленно разрастаться. Сначала они долгое время стоят на одном месте. Как правило, вот это разрастание часто провоцируется какой-то травмой, трением склада кожи, трением одежды и так далее. Постепенно вот разросшиеся вот эти папилломатозные разрастания превращаются в типичный очаг поражения, который представляет из себя язву с резко ограниченными воликообразными краями и сосочковыми разрастаниями в центре, которые достаточно легко при небольших травмах подвергаются кровоточивости. Поражение постепенно все глубже и глубже изъязвляется и язва становится достаточно глубокой. При сдавливании подобной язвы, в отличие от, допустим, сифилитической язвы, она отличается тем, что резко болезненно и обнаруживается на плотном изъеденном неровном дне такие роговые массы в виде шариков. Их называют также роговыми жемчужинами. Они являются достаточно характерными. И именно при плоскоклеточном или спинноцеллюлярном раке язва находится, вернее вот эти вот жемчужинки, они находятся внизу, на дне этой язвы. Процесс достаточно быстро распространяется в глубине и по периферии и поражают близлежащие лимфатические узлы, которые увеличиваются, становятся достаточно плотными, но, как правило, остаются относительно безболезненными. Постепенно, когда процесс достаточно активно диффундируют в лимфоузлы, они могут также давать подобные же раковые язвы, то есть из лимфоузлов образуются вышеописанные мной язвы. Процесс может распространяться и во внутренние органы, как и при раке, но, к счастью, это наблюдается относительно нечасто. Часто при запущенных случаях пациенты подобные могут даже иметь смертельный исход от кофексии, то есть истощения. Следующим по частоте раком является базалиома или базально-клеточковый рак. Его типичная картина описана в одном из видео на нашем канале. Если коротко, то наиболее частой формы является улькус роднос, это язвочка. Как правило, сначала начинается появление подобного рака с мелких плоских узелков, которые также имеют внешний вид таких жемчужинок. Затем постепенно эти узелки, вследствие их неполноценности, так как они образуются из неполноценных клеток, они непосредственно изъявляются и начинают распространяться по поверхности кожи. То есть в центре образуется язвочка, а по краям она постепенно растет. И здесь вот эти жемчужинки располагаются не на дне самой язвы, а по периферии. Вот соответственно это отличие такой формы непосредственно базалиома от непосредственно плоскоклеточного рака. Такой рак базалиома локализуется чаще всего на лице, что часто связывают именно с ультрафиолетовым облучением лица, также часто на висках, носу, ушах. Достаточно часто при длительном течении подобные формы обладают обезобрающим действием. Ну и плюс относительно конечно этой онкологии заключается в том, что она крайне редко метастазирует, то есть поражает внутренние органы. Ну и наконец третьим раком является меланома. Меланома это пигментная опухоль, поэтому здесь чаще всего образуются разные пигментные узелочки, часто очень на фоне родинок, либо самостоятельно. Эти узелочки достаточно плотные, они большие по размеру, то есть более 0,5 см и более. Они часто имеют отсевы, то есть подобные маленькие узелки возникают в стороне от большого, ну и соответственно они достаточно часто и быстро поражают лимфатические узлы. Более подробно о меланоме вы можете посмотреть отдельное видео, он так и называется меланома кожа на нашем канале. Что касается лечения рака. Лечение рака кожи естественно должно проходить при помощи удаления. В ранних стадиях, когда проблема только начинается, то применяют обычное удаление с помощью лазера, радиоволнового излучения или обычным ножом хирургическое удаление с последующим сшиванием краев. В поздних стадиях может применяться, как правило, удаление в сочетании с химиотерапией. В этом случае удаление, как правило, хирургическое с замещением кожного дефекта и пересадкой кожи. Почему? Потому что непосредственно лазер, радиоволновое излучение и так далее, они не могут сшивать непосредственно сами края. И поэтому, если уже случаи далеко зашедшие, если образования большие, то, конечно, подобные методы не могут использоваться. Кроме того, в запущенных случаях удаляются те лимфоузлы, в которые непосредственно происходит метастазирование опухоли. Естественно, что на фоне подобного удаления проводится и химиотерапия, то есть лекарственное лечение онкологии. При любых подозрениях на рак кожи вы можете обратиться к дерматонкологам нашей клиники. У нас принимает опытный дерматонколог, который занимается диагностикой различных раков кожи. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание. Продолжение следует...